Извечный вопрос. Стоит ли играть в Айон в таком-то году? Ну а точнее сейчас в 2023. Ответ прост. Стоит. Всем мау-мау, с вами Чешир. Да-да, если так прикинуть статистику по задаваемым вопросам это наверное самый частый. А стоит ли? Все-таки чего греха таить, игра-то не нова, уже давно пошел второй десяток, а точнее наша старушка как ни крати уже 12-летняя. Постараюсь максимально коротко ответить на этот вопрос в данном видосике. А перед началом как всегда не забудь поставить свой весенний лайкосик, подписаться если не подписан, а также огромное спасибо всем тем, кто оформляет спонсорскую подписку на бусти. Это очень помогает. Хочешь стать бусти котом? Все ссылки в описании. Спасибо заранее, а мы погнали. Итак, наш любимый Айон вышел в далеком 2008 году. Прям мега-супер-дупер-трупер хитом игра никогда не была. Ну если ее сравнивать с теми же линейками, вовами и прочими культовыми играми. Однако свою популярность все-таки имела. И наверное, ру регион достаточно долго удерживал второе место по популярности игры среди всех регионов. Что же случилось? Как я не раз уже рассказывал на стримах или в других роликах, случилось банальное ломание и дробление игры. Если прям мега-коротко, то Айон с начальных версий по версию 4.7.5 это одна игра. Начиная с 4.8 до 5.9 это другая игра. Начиная с 6 плюс по наши дни это уже третья игра. Да-да, если вот так прям глубоко в это копнуть, это будут совершенно разные игры. Во многих местах даже с помененной механикой тех или иных действий. И как раз все это помимо того, что отпугивало ранее пришедших игроков, так еще и дробило комьюнити. Так как фанаты есть у каждой из версий. Как бы кто не думал обратное. Но возвращаемся в 23 год. Надеюсь для многих не секрет, что вот-вот уже почти-почти скоро, где тут прям за поворотом на наш регион приедет Айон Классик. Да, ждем мы его уже более двух лет и вот почти дождались, но давайте смотреть фактом в лицо, там глаза, душу, не знаю. Айон Классик будет уже совершенно другой игрой. Да, путь Айона начнется заново, но этот путь будет уже во многом другим, не таким как был ранее. И вот тут вот как раз вопрос, а стоит ли играть в Айон в 23 году, делится на разные категории игроков. А также небольшой там под вопросик касательно актуала, так как классику все-таки еще ждать и ждать, ну как минимум пару месяцев. Первая категория игроков. Те, кто играл когда-то 100-500 лет назад и давно уже не играет, ну типа вообще не играет, но каким-то магическим чудом нарвался на новости об Айоне. И ответ для вас да стоит, потому что вы можете отчасти окунуться хотя бы на чуть-чуть в ностальгию, потому что вы все равно уже не помните, как там что было в игре, у вас в голове только образ. Но это хотя бы что-то. А если повезет, сможете состыковаться со старыми друзьяшками, ну или же найти новых. Согласитесь, это хороший повод. Вторая категория. Те, кто когда-то играл, но ушел на определенной версии, потому что для вас игра стала уже не то. Но вы все равно продолжали все это время играть в ту версию игры, которая нравилась. Да-да, именно там, ну вы поняли где. И для вас ответ точно такой же, да стоит, потому что отчасти Айон Классик все равно вернется к тем истокам, с которых начинал. И это вполне хорошая возможность попробовать начать вместе с игрой пройти ее путь заново. А вдруг на этот раз вы задержитесь именно с этой версией и на подольше. Только вот вас ждет небольшой дивный новый мир лицензионных игр, а не то, к чему некоторые привыкли бесплатно. Третья категория. Да-да, сейчас любители теорий заговора скажут, что такого не существует, но они есть и их достаточное количество. Речь о фанатах современного Айона, начиная с 6 плюс версии. Для вас ответ точно такой же, да стоит, почему нет. Я понимаю, что у некоторых таких фанатов может быть в голове слишком много психологических преград, среди которых, а на классике все медленно, мы и привыкли к куда большим скоростям. Или, а сколько десятков сотен миллионов тысяч денег мы и вложили, не хотим расставаться. Ну и в таком духе. Но тут стоит понять одну вещь, что сами корейцы на данный момент поставили актуальный Айон на огромную такую паузу. Развитие актуала остановилось два года назад, как раз там плюс-минус с выходом классики. Все, что на актуале сейчас есть, это сезонные апдейты, которые в игру не приносят вообще ничего нового. А как там дальше будет, никто не знает. Мне кажется, что сами корейцы даже не знают. Но то, что они классики уделяют куда больше внимания, это очевидно. Поэтому как бы страшно, обидно, не очевидно не было, попробовать классику мне кажется нужно. Ну и четвертая последняя категория. Игроки, которые никогда не прикасались к Айону в жизни. Ну, для вас ответ да стоит, игра не лучше и не хуже, чем любая другая. Ну и такой мини-вопрос касательно актуал, а стоит ли в него вот прямо сейчас играть. Если вы в данный момент ничем не заняты и шляетесь без дела и вам хочется, то да, почему и нет. Но тут в голове надо держать, что это в любом случае будет пробник на пару месяцев перед тем, как запустится классика. На самом деле у меня в голове вообще вопрос, а стоит ли играть в ту или иную игру имеет только один ответ. Если вам нравится картинка того, что вы видите у себя на мониторе смотря стрим или ролик, то ответ очевиден, да, почему бы и нет. Мы живем в современном мире, где скачать, поиграть и попробовать занимает не так много времени и усилий. А понять зайдет вам игра или нет, вы сможете только в процессе и только сами. Никто не может за вас вам сказать, нравится вам клубничка или вишенка. Всем спасибо, не забывайте про лайкосики, не забывайте, что нужно очень хорошо и вкусно питаться. Так что всем приятного аппетита и пока-пока.